здравствуйте дорогие друзья мне сегодня как-то особенно легко и радостно мы пообщаемся с моим давним другом замечательным художником евгением кравцова жизнь здравствуй есть люди безусловные предсказуемые вот особенно художников это сложно характеристику применить потому что художником всегда в развитии это всегда личность такая меняющаяся иногда кардинально но вот сколько же не я знаю мы учились вместе в академии такой человек очень вдумчивый любящее искусство жене от без таких длинных преамбул вот расскажи немножко всем о себе как-то твое становление было твой корни я как-то вчера размышлял на коммуне этой передачи о том что же все таки как сложилась моя жизнь у меня уже за 50 и так могу сказать что линия моей жизни весьма ровная мне не приходилось в жизни не принимать никаких решений которые бы резко меняли бы жизнь практически я не принимал основополагающих или судьбоносных решений своей жизни как-то то склад так складывалось что это река жизненная которая меня влекла сама меня влекла с вами влекла я учился в школе хорошо очень хорошо училище потом попал прямо как в родную стихию как в родную воду как жабры мои наполнились той живительной водой это было было самое самое такое благодатное и благотворное время училище потом я прекрасно его закончил получил пятерки естественно все потом поступил в академии причем я для глазунова причем я поступал дважды в институте имени репина в петербург и не поступил и видимо тут опять же не моя заслуга и не мой выбор что я оказался именно в москве в российской академии живопосевая неизучит это как-то опять помимо меня все случилось и мне опять не пришлось принимать их и этих решений вернее решение это было как бы мы сначала принимал что поехать в питер учиться как в лучший институт мне тогда казалось ну судьба так распорядилась что нет не питер москва дальше закончил опять же академию опять же успешно ну и дальше началась какая-то творческая рабочая жизнь с решением проблем на житейских и и творческих и тогда же не вот насколько я помню всегда ты был очень тщательно у тебя мама она с точными науками связан преподаватель и ты сам вот отличительно такой пунктуальный очень ответственный человек скрупулезный в мелочах и вот мне кажется лейтмотив твоего творчества это трепет на отношении к мелочам как выясняться мелочей в жизни нет то есть любую маленькую деталь любую как бы может быть незначительную вещь можно воспеть до понятия вообще философского как будто вселенского даже я видел как ты как ты работаешь как у тебя методичный подход то есть начало образования она конечно академия дала большой старт ты лидировал всегда я уж думаю часто и зазнаваться не будешь что дело прошлое но ты была один из ведущих студентов академии и все преподаватели отмечали я думаю что илья сергеевич тоже сыграл большую роль в твоем становлении что его личность сегодня по прошествии времени ни с чем уже не сравнишь человек который организовал академию наш альбоматор и твои дипломная работа она отличается вот от того как ты писал ты писал в традиции писал цветом компоновал очень грамотно рисунок всегда у тебя был великолепный и вдруг ты постепенно постепенно стал уменьшать количество цвета как-то выходить на монохромность мы все задавали беспокойно вопрос что с крабцом происходит я не могу не задать тебе такой же вопрос для зрителей что-то концептуально в тебе стало меняться твое мировоззрение может быть мир ощущения как ты сам это отметишь конечно бра академическое образование которое я получал в академии сыграл у меня огромное значение имела для меня огромное значение сыграла большую роль в моем становлении но скажем так жизнь вот эту жизнь и когда я был студентом можно так представить что я продавался сидел на двух стульях да я получал академическое образование я честно получал ее добросовестно получал и в то же время меня уже как когда-то внутренняя червоточина или жилка или внутреннее стремление как можно как угодно назвать одно какое-то творческое начало уже воня прорастала тогда и я в общем-то вел какой-то некоторую такую двуличную жизнь параллельную жизнь скажем так то есть я работал академическом ключе и начинал как бы пробовать себя таким юношеских творческих изыскания собственно говоря это параллельной параллельности или сиденья двух стульях она продолжается сейчас я сейчас очень много работ в академическом ключе я очень много работаю я пишу и заказные работы и портреты и пейзажи все в академическом ключе очень много моих трудов причем я сейчас работаю училище где преподавания там тоже я сталкиваюсь с академическим письмом и показываю и пишу со студентами все основная все-таки моя творческая линия это другая несколько как-то означает монохромная такая стилизованная какая-то от какой-то другой отбор что случилось со мной да не знаю что случилось не было какого-то изобретения не было какого-то скачка было какое-то поступательное движение допустим прекрасно помню с чего это началось вот собственно когда собственно этот уклон поездки на север нет нет раньше раньше мы с поездки на валам еще надо или серий грузов организовал нам как за хорошие успехи за хороший труд поездки на валам и мы съездили на валам и там я присмотрел такой мотивчик такой каменный сарай бочки снег выпал ворота стояли и мне что-то этот мотив так понравился что-то сделал зарисовал что зафотографировал и потом сделал по мотивам этой работы картину ему тогда называется покров день то есть я когда сделал как первый снег выпадает мальчик мальчик бочки дедушка такой ворота приоткрытая и вот у меня такая состоялась картина и она в силу то ли в силу состояния этого первого снега то ли в силу вот этой графичности севера она меня как-то так сразу сделка некий уклон в эту монохромности видимо то я вот этот сдержанности видим у меня окрылила в то время что я начал эту почву дальше проще потом дальше во время учебы были неоднократные поездки на север с моим другом михаил михаилом петровым мы ездили трижды на север на летней практике мы ездили два раза на кинозеро и один раз на мизень это северный северный колорит к северная природа северная лаконичность аскетичность опять же видимо продлили мой такой направить перенаправили мой интерес именно в ту сторону в сторону такой монохромности и такой избранности акции акцентированности и аскетичность скажем так аскетичности вот и так пошло дальше вот в ту сторону и пошло то сюда диплом мы его коснемся он даже преподавателем может академии даже был неправильно воспринят фактически не хотели дать тебе защититься потому что не совсем укладывался в понятие академичности вот а дипломе о своем как раз коснись как раз по путешествиям на север твои вот эти восприятия так я бы не здесь где-то книжка есть я даже посмотрю а вот она эта книжка как раз оказалась рядышком тут есть мой диплом эта книга это каталог выставки россия в пути институт русского реалистического искусства который экспонируется в риме и потом сейчас москве экспонировалась здесь представлена моя работа именно это дипломная именно эта дипломная работа я расскажу как все это сложилось это вообще интересная история получилась интересная помню и сейчас могу все это в общем-то рассказать достаточно честно что-то скрывать как это происходило время работы над дипломом или сергеевич был в отъезде долгое время и мы предлагали носили комиссии и преподаватели а преподаватель нас были-то достаточно молоды скажем так откровенно вот мы приносили разные эскизы и мы носили эскизы преподаватели что-то обсуждали но видимо видимо без при без присутствия или сергеевич очень не рисковали взять на себя ответственность утверждать некоторые темы и на самом деле у меня была хорошая хороший эскиз я сейчас спустя многое время смотрю достаю смотрю он или готовый эскизы дипломная работа тема александр невский принимает пустырь то есть когда он закончил свои земные дела передает себя монашество и тем самым в общем это в этой картине как предполагалось ну два варианта как однако те одна один вариант как невский на одре смертным опирается двумя руками на 2 2 крыла одно светское другую религиозная такая а вторая тема была как передача вот светской такой жизни его передают другой другой разграться он умер даже начался представился эскизы хорошие в принципе сейчас смотрю и по ним принципе вполне можно было писать картину но как-то не не утверждали с тем окончательно находились какие-то причины и потом я в помню фразу боюсь ошибиться мне кажется я не ошибаюсь буквально я помню то так что ну делайте что хотите а там посмотрим в конце концов и я тогда действительно подумал что же я хочу и вы и так честно ответить себе на этот вопрос я помню а я действительно болел все это время севера и ответил на этот вопрос который я воспринял как буквально делать что хотите я думаю что же я хочу и в этой картине которая называется возвращение это была достаточно биографии автобиографичная картина где ну изображен как бы последний фотокадр последняя наш наши отъезд наши все прощание севера на этой картине изображен я там со спины с кинокамерой мой друг михаил петров дядя коля который нас отвозил баба рима которая осталась на берегу которая скоростью она да в общем то и как русский север там где мы были он так достаточно умирает в том в том быть в том виде которым он был раньше это такая честная картина вполне но она видимо не соответствует тем ожиданиям что предполагалось видите от мы от моей от моей дипломной работы тут не было ни пафоса не какой-то вселенская скорби ничего такого ничего такого героического или патетического ничего такого это такая картина не не вполне укладываешься в русло создаваемым тогда такой сугубо академической школы видимо я так понимаю ну в общем вернувшись алей сердеевич разгромил эту картину сказал что это картины защищаться здесь нельзя и в общем меня запретили защищаться этой картиной но в результате тоже был был сложился некоторые непонятный момент как так я был всегда в общем-то номером один лидер лидер лидеры только тут он единственная каста за остается без диплома в общем нашли компромисс не просто по совокупности фондовских работ поставили в законную пятерку отпустили с миром благодаря этому эта картина оказалась мне на руках они в фондах учились в дни фондах академии и она была потом при приобретена институтом русского реалистического искусства и она сейчас в общем-то в музее экспозиции ну ты вот учился как раз с павлом броженко царство на небесное наш хороший друг такой тоже выдающийся художник патриот то есть у вас довольно сильно был андрюша григорьев то есть преподает стас то есть вот сильный был сурван черный то есть наверное вот очень немаловажно когда есть среда то есть люди тянутся люди немножко такую хорошем смысле конкуренция соперничество творческое такое подхлестывание вот хорошем смысле азарт вот наверное тяжело человеку иногда вариться в собственном соку не имея критериев искусства хотя мы всегда можем посмотреть музей мира мы можем сориентироваться на великие образцы но в бытовом отношении когда сегодня возникают новые темы новое переживание нужно какие-то понятия единомышленников все-таки хотя я посылу склад будет такой тоже индивидуальный художник мне много общения не нужно есть какие-то свои личные взгляды переживания на все но академия это все-таки коллективное состояние воля невольно все какой-то в одной связке такой хороший и потом вдруг академии кончается и свободное плавание и кто что накопил кто что воспринял как смог адаптироваться жизни ну ты уехал вот во владимирскую область домик построил в костереве такой стоит в тебе основательная черта такого домовитого мужичка как в некоторых из нас тоже есть такая черта вот ты начал создавать свой мир вот мир из тех вещей из тех людей то есть выбирать стал из мира то есть наверное это основной принцип искусства выбирать то есть самого слова мотив это мотивация что является мотивацией предпочтения из многообразия что ты стал выбирать миши и творчество панель вообще жить и вообще и в житейском и в творческом потому что объектами изображения чаще всего как раз среда обитания является ты абсолютно прав конечно как как бы ни была сильна личность человека все равно окружение очень очень серьезно очень серьезное мировоззрение оказывается то что вокруг тебя находится и собственно говоря опять же мы возвращаемся к той истории раздвоение моей личности на на две части до академия очень с нами семья формировала ребята художники студенты которые окружали друг друга подстегивали и поддерживали толкали друг друга вперед именно находясь во взаимодействием за числе меня параллельно был мой друг и михаил кабан-петров михаил петров начался михаил кабан-петров который был изначально творческим человеком и вот то моему тандем я смеха я и михаил он давал свои новые плоды он мне как бы оправдывал мое движение еще к чему-то чем-то другому кто как попыткам создать какую-то другую творчество и здесь мы с михаилом конечно друг друга тоже подогревали в тот мир который стал тебя окружать который во многом ты сам создал вот немножко о нем выборе сюжета реализации твих замыслов если на был выбор выбор был все-таки в моей жизни когда я покинул москву весьма осознанно хотя были возможности здесь жить и влиться в этот процесс культурный художественный местный московский или какой-то но я сделал сознательный выбор уехал из москвы в провинцию тогда тогда это мотивация была такая что во первых мне нравился мой ритм москвы во вторых я все-таки думал что жизнь людей которые я в общем-то так думал о ней что как-то жизнь людей жизнь вещей и жизнь природы мне кажется в москве было бы мне труднее находить видеть изображать и все-таки вот этот выбор провинции вот такой плане еще в творческом плане осознанной выбор мотива но тут уже собственно говоря иди и смотри сейчас и мне кажется что я нахожусь в той стадии когда мне собственно не обязательно куда-то идти можно просто внимательно посмотреть под ноги себе или в сторону или она у нас соседний стул не пафосные не какие-то парадные вещи это очень обыденные утилитарные частые это предметы может быть даже очень старые даже для многих они покажутся объектами для выброса на помойку а вот то есть ты им даешь вторую жизнь изображая их да мне кажется что что если стоит посмотреть на любой предмет как-то по-другому то он уже становится не просто предметом быта какой-то какую-то вещь в себе или или какой-то композиции истории картины которые предполагают какое-то дополнительное ощущение переживания смотря как посмотреть на любую вещь на пейзаж на там кухонную утварь там на какие-то травы на небо на деревья то есть вот и мне действительно нравится когда когда мне вдруг как-то удается из простых вещей создать какую-то простую историю это да это да действительно олег ты заметил правильно это часть моего творческого какого-то поиска именно в простых вещах и находить что-то непростое то есть вот по психологии я отношу это к бергману тарковскому а по изобразительным куайтом допустим да какое-то такое направление мне кажется мне очень многие об этом говорят мне очень листит это сравнение я не вижу что это плохо быть похожим на кого-то данном случае на таких художников как тарковский как уайт бергман мне это очень очень и в общем-то вектор так сравнение правильное как я не говорю что я уровень и подхожу к этим художником но вектор именно поиска в том же направлении то есть именно вот некрасочность в невброскости находить вот эту самую вот привлекательность и чем мне нравится эти художники перечислили что это несозерцательное искусство где ходе зрителя раска рассматривает красоту композиции красоту поверхности красоту сюжета предлагая их зрителю поучаствовать напрячь голову это сам вот этот подача информации художественных том что в этом плане заставляет в нем внимательно подготовленного или интересующегося зрителя думать о чем-то своем находить какие-то свои пути мыслительные какие-то какие-то свои ассоциации мысли воспоминания предположения какие-то труд зрительский труд при при соприкосновениями с этими авторами ну и есть может быть некоторые даже но я не зову штампы но вот часто тоже художники используют разлившееся молоко или воду на столе опавшие листья засушенные вот такие согнутые временем засохшие фактически поверхность стекла поверхность воды снег очень графичен то есть то что является таким неброским камера тарковского она по сути стояла и в нее попадала все что на протяжении скажем долгого времени там либо травинка колыхнулась либо там птичка пролетела дуновение ветра то есть такая тихая жизнь вот несуетно она как раз может быть приближена к понятию вечности божественному присутствию служение мозг не терпит суеты велико должно быть величало то есть мы говорим о том что мир богосозданный мир очень такой таинственный и художник начинать его расшифровывать рассказывать о нем даже о мелочах этого мира сплетая вот свою поэму мировосприятие такой вот здесь я хотел бы чуть-чуть возразить в общем-то я не из тех которые которые способны расшифровать и даже я не беру на себя эту функцию попытках попыток понять попыток и я просто не по ней не верю что я что этот это можно понять буквально я стою не видит от мира или как действовать чем дальше живу тема чем больше не понимаю мне кажется я в молодости больше понимал чем сейчас есть такая история что чем дальше живу тем больше вопросов и тем меньше ответов мне казалось в детстве что я пойму все сейчас я уже в это не верю в своих картинах я лишь только делаю какие-то предпосылки или какие-то по какой-то посыл зрителю самому подумать о чем-то я не даю ответов я больше задаю вопросы опять же своих картинах настоящее искусство она не тычет пальцем она иносказательно но как притчи христа они иносказательные так и искусство оно должно довести зрителя до определенного момента восприятия и последний шаг должен сделать зритель сам и в силу этого зрителю кажется что он сам к этому прикоснулся он сам это раскрыл и для него удовлетворения у зрителя больше нежели бы художник ему все рассказал как и что и почему и зачем можно я здесь расскажу свою такую какую-то придуманную красивую историю как образно мне кажется если бросить зерно нас на землю слишком не засыпав она высохнет и не даст всходов если закопывать его слишком глубоко то она тоже не даст всходов потому что слишком глубоко так и смысл мне кажется в разную картины подачи должен тоже быть не очень глубоко но не на поверхности где-то на том уровне где он может прорасти и где зритель самого дакова раскопает и смыть скажет о да это нашел свое зерно вот так в этом произведении поэтому это как бы вы когда мы говорим об этих авторах как тарковский уайт да и броски тот вот как раз а тот баланс как раз не касу этих авторов очень найден когда зритель легкий и непредвзятым упали пройдет и не заметит всего этого а вот именно вздумчивый интересующийся зритель он найдет свое может быть зерно в это в это в этих в этом посеве поэтому в моих работах нет каких-то провокаций современных хотя они весьма где-то бывают смелы концептуально даже но то есть чего я точно не люблю искусство это эпатажей провокации это дешевых дешевых ходов которые к сожалению сейчас приносит благодаря популярности для я это не люблю это я надеюсь от меня не увидите дорогие друзья мы продолжим наше проникновение художника евгений кравцова насколько он это нам позволит и насколько он будет открыт данной передачи хотя я к этому не призываю это абсолютно такой искренний позыв который является продолжением творчества